Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый день для нас имеет значение, когда мы понимаем, что это маленький отрезок нашей жизни. И, если так можно сказать, когда человек просыпается, это как новый старт. Когда ложится спать, это как финиш жизни. Более того, евреи называют не просто так сон мини-смертью. То есть, когда мы ложимся, мы далеко не всегда понимаем, проснемся мы или нет. Хотя мы, конечно же, на это рассчитываем. Но все-таки, когда мы спим, мы не контролируем ситуацию. И поэтому так важно ложась отдыхать, передать себя, свои мысли, свои чувства под покров неба. И тогда спокойно отдыхать и восстанавливаться, чтобы ночью наша внутренность нас учила. И вот, продолжая рассматривать молитву Анны, мы видим, как полярные позиции в ней зафиксированы. И на самом деле обнаружить, в какой части нахожусь я сейчас, это тоже важно, это тоже интересно. Из праха подъемлет он бедного. Как ты себя ощущаешь? Может быть, где-то на самом деле в прахе. То есть, другие так тебя видят, ты себя тоже так видишь, что все кругом рухнуло, все кругом не дает тебе основания для победы или мыслить так о себе. Но, однако, вот эта фраза, из праха подъемлет он бедного. И избрение возвышает нищего. То есть, если ты на самом деле так себя чувствуешь, скажи об этом Богу. Господь, ведь Анна это пережила, дай мне пережить подобного рода состояние, чтобы не остаться в позиции человека, который будет растоптан, который будет унижен, который будет в пренебрежении. Но не только он поднимает, а посаждает с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Наследие – это то, что по поколениям передается. И если он оказывался бедным и нищим, этот человек, то какое наследие он может передать другим? А Господь говорит, если я тебя подниму, то тебя будет что передать. Потому что добрый человек даже оставляет наследство внукам своим. Поэтому, если ты хочешь быть в позиции доброго человека пред Богом, говори с ним об этом. Господь, если ты мне дашь, то мне будет что передать. Если ты не дашь, мне самому негде взять. И поэтому, а если ты уже имеешь, то благодари Бога за то, что ты имеешь. И пусть оно не будет растрачено, а будет приумножаться как тобой, так и последующими поколениями. И престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли. И Он утвердил на них Вселенную. Бог утвердил на основаниях земли Вселенную. У Него законы вписаны. Он знает свои законы. И Он предлагает нам их также изучать. Потому что, когда мы изучаем то, что нам принадлежит в Боге, то это удивительное понимание того, что Господь, Он не хочет, чтобы мы оставались в стороне от Его возможностей. А наоборот, Он хочет, чтобы наша жизнь, она полностью была пропитана наследством неба. Наследство начинается из духовных законов и духовных принципов. Когда мы их знаем, мы начинаем их притягивать своим ожиданием, своим исповеданием, своей верой в практике. И таким образом это начинает работать не только на нас, но и на тех, кто дорог нам. Я хочу, чтобы мы сегодня могли заглянуть в свое собственное сердце и сказать, Господь, если я оказался в брении, если я оказался вот таком в прахе, то Ты не только подними меня, а посади на престоле с вельможами и наследство подари мне. То есть вот таким образом мы молитву Анны превратим в собственную молитву, которая превратит нас в других людей. Я знаю, что с Богом это реально и с Богом это возможно. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас стоя перед Тобой говорим, у Тебя сила, у Тебя власть, из праха Ты поднимаешь бедного, из брения нищего, посаждаешь с вельможами на престоле и даешь в наследство то, что является Твоей частью. Я благодарю Тебя, что мы сегодня можем приглашать Твое наследство, приглашать Тебя на территорию собственной жизни, а Ты помоги нам исполнить то, к чему Ты нас призвал. Благословен Ты, Господи, благословены дела Твои. Твои намерения о нас не могут не исполниться, когда Ты уже помыслил о нас во благо. И пусть, Господь, наше сердце будет отзывчивым на Твои призывы, открытым для нового. Будь благословен и в малом, и великом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. Не только побед, а возвышения нам и в этом дне. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok